Здравствуйте, уважаемые зрители. Последняя новость с приграничного города или посёлка Кут, где Арман Татаян делал репортаж, что азербайджанцы подожгли эти участки, луга, и всё горит, и армянам там надо спасаться, своё хозяйство, в общем, уходить с этих домов. И вот последнее сообщение армяне, армянин этот, который проживает в этом селе, заявил, хватит, мы тоже люди, жители приграничного Кута обвиняют госорганы с бездействием. Вот он сидит, трава горит, и он жалуется на эти органы, в общем, на армию, на всё, что можно, потому что там армянам стало невозможно жить. Фермер из Кута возмущён работой МЧС и других ответственных органов. Из-за непотушенного пожара он будет вынужден продать скот. Вот он на фотографии. У жителя села Кут Геворга Хачатряна, который основал ферму в приграничном селе, этой весной азербайджанцы угнали крупный рогатый скот. А 1 сентября, это вчера, его в хозяйстве полностью сгорело почти 15 гектаров посева. Как отверждает албусмен Арман Татаян и местные жители, сено поджигает азербайджанские военные. Ну, как я вам и говорил. Ну, вот он тут такой весёлый, но потом сразу у него настроение упало, как только начались пожары. И что тут пишут? Съёмочная группа «Спутник Армении» работала на месте пожара. А, и даже корреспонденты приехали. Один боевой расчёт МЧС прибыл на место только через полтора часа после прибытия журналистов. После этого съёмочная группа уехала. Ну вот, пока те добирались пожарники, самому этому несчастному, как его фамилия-то я забыл тут сейчас, Качатрям, он тушил вон тряпкой этот пожар. Так, мы вдвоём до полудня тушили пожар. После приехала бригада МЧС, всего четыре человека, включая водителя. Ребята боролись с огнём, но трёх человек недостаточно. Всё нескошенное сено сгорело. Удалось спасти только малую часть скошенной травы. Я не видел здесь 16 пожарных. Ну, должны были много машин приехать, как бы не одна машина, а четыре. И после этого, как никто не приехал, моё поле сгорело. Пожар мы тушили подручными средствами. Ну, правильно, вот, взял какую-то тряпку и тушил пожар. И вот написано, житель приграничного посёлка Макут во время борьбы с огнём. Качатрян рассказал, что полностью сгорело, да, 15 гектаров по сенной площади. Порядка двух гектаров удалось спасти от огня. Но сено уже, скорее всего, непригодно. Фермер пока не посчитал ущерб, нанесённый пожаром, но ясно, что это большая часть этого хозяйства уничтожена. Это сено было предназначено для скота, которое удалось спасти. Но теперь я вынужден буду и продать это своих этих животных, коров, там, овец по дешёвой цене, чтобы покрыть хотя бы малую часть кредитов, которую взял, чтобы основать ферму. Ну, вот он, бедняга, тряпкой машет тут, да. И вот пишет, что как в приграничном селе Кут тушат пожары, устроенные азербайджанскими военными. Ну, спутник Армении пишет, что это азербайджанцы подожгли. Фермер добавил, что азербайджанцы угнали 11 коров, 23 бычка, осталось всего 25 телят и 22 коровы. Всех бычков угнали. А кто же будет этих телят делать-то? Коровы и телята остались. Он не сможет купить сено для корм, а также платить троим своим сотрудникам. Я посчитал, что, в общем, эти 16 пожарников какими-то мешками доставили воду и был шокирован. Хватит уже, мы тоже люди. Наш скот угнали. И ничего. Сено сгорело, тоже ничего. Так нельзя. У нас есть государство или нет? Эй, Пашинян, у вас есть государство или нет? Мы тут стояли под пулями. Может, кто-то хочет рядом с нами встать? Или мы для того, чтобы только платить налоги, возмутился Хачатрян? Ну и да, вот тут пишут, что в Куте был пожар 30 августа. И Арман Татаян там сообщил, был на границе. Он все это описал. Сгорело 150 гектаров пастбищ, 60 гектаров троимного покрытия. По его словам, имеет место массовое нарушение прав жителей этого приграничья. А значит, действие диверсионное и этого характера против граждан Армении. В общем, горит все армян эти, ихние поля. Скотт у них угнали. Татаян каждый день в спутнике Армении опубликовает эти новости. В общем, такая ситуация на границе Армении и Азербайджана. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok